Дорогие сестры, поздравляю с праздничным воскресным днём. И, как все мы уже знаем, сегодня заговенье на Рождественский пост. С завтрашнего дня начинается период Рождественского поста. И, конечно, сегодня и евангельские повествования, связанные с вопросом одного из окружавших Христа Спасителя, молодого человека, интересует и интересовало не только его, интересует каждого из нас. И, конечно, Рождественский пост тоже волнует каждого из нас, как его проводить и вообще какой смысл Рождественского, как и любого другого поста. И вот сегодня замечательный период и возможность поразмышлять на эту тему. И, конечно же, вспоминая апостола Филиппа, которого призвал Христос Спаситель на проповедь в Евангелии, и после того, когда Христос Спаситель призвал его, Филипп встретил своего знакомого друга Нафанайла и говорит, вот мы нашли того, о котором говорили и Моисей, и Верхозаветные пророки. Он и есть Мессия. И Нафанайл спрашивает, откуда он? Из Назарета. Нафанайл вопрошает, а может ли быть что-нибудь из Назарета, что-то доброе? Обратите внимание на ответ апостола Филиппа. Прийди и пишите. Вот если хотите, вот этот призыв для каждого из нас является, знаете, главным стимулом нашей жизни. Хотите познать Бога? Прийдите, потрудитесь и увидите, и познаете. Замечательный ответ апостола Филиппа. Хотя сегодня можно вспомнить и его беседу с учениками Христовыми. И однажды Филипп, обращаясь ко Христу, набрался такого дерзновения. Вот, наверное, не знаю, кто бы сегодня мог так обратиться ко Христу. А апостол Филипп, вот так просто обращаясь к нему, сказал, Господи, покажи нам Отца, и достаточно для нас. Вот, да, мы видим Тебя, но никто не знал доподлинно, кто же все-таки Отец. Покажи нам Отца, и это больно будет для нас. И Христос Спаситель, отвечая на это, Филипп говорит, видевший Меня, видел и Отца Моего. Вот, вы знаете, для нас это тоже ответ на множество вопросов. Мы понимаем, что Бога Отца невозможно видеть человеку и остаться в живых, на земле. Потому что человек сразу перейдет из жизни временной в жизнь загробную вечную. Если только сподобится увидеть лицо Бога. Даже Моисей не сподобился увидеть лицо Бога. Невозможно видеть человеку и остаться живым на земле. Апостол Филипп для нас является тоже ярким примером преданности и верности в служении Христу Спасителю. Ну и, конечно же, его призыв, обращенный к Нафанайлу, касается и является хорошим призывом для каждого из нас. Хотим познать Бога? Придите и увидите. Но чтобы прийти и увидеть, надо потрудиться. И вот сегодня, накануне Рождественского поста, мы все понимаем, что весь этот период, сорокодневный пост, является периодом приготовления для величайшего праздника и события, пришествия в мир Христа Спасителя. Его воплощение в человеческий образ. Господь действительно так возлюбил мир, что даже не пожалел своего Сына Возлюбленного. И Сын Возлюбленный уничижил себя, то есть так смирил, что стал доступным для каждого живущего на земле человека. Но этому событию предшествовал многодневный путь Пресвятой Девы Марии из Назарета в Вифлеем и ее обручника Иосифа. И вот чтобы понять, какой великий подвиг они совершили в те далекие времена, когда не было транспорта, который существует сегодня, когда люди передвигались, в лучшем случае, на ослах или лошадях в то время, но не каждый имел такую возможность, потому что многие передвигались в то время певшим ходом. И надо обязательно будет прийти в Вифлеем для того, чтобы принять участие в переписи в то время. И Пресвятая Дева Мария, накануне рождения своего Сына и Господа, уже была в таком состоянии беременности, когда ей было очень тяжело передвигаться. И несмотря на это, она с Иосифом обручником приняли на себя этот тяжелый труд – переходы из Назарета в Вифлеем. Дорога была сложная, не было той асфальтовой дороги, которая сегодня существует. Шли по камням, шли по трудной дороге. Она претерпела очень много испытаний, претерпевая в этом переходе, но исполнила то, что подобает исполнить каждому жителю в то время земли палестинской. Ну и, конечно, каждому из нас должно быть понятно, а в чем же смысл нашего поста? Ответ апостола Филиппа и для нас является призывом. Хотите увидеть Бога? Хотите Его познать? Потрудитесь. Приедите и увидите. И вот этот подвиг Рождественского поста – это, если хотите, и есть один из наших кратких периодов нашей жизни. Подвиг Богопознания. Подвиг очищения себя от всякой скверной нечистоты, потому что каждый должен понять, Бога может узреть и понять только тот, кто имеет чистое сердце. А значит, Господь призывает нас всех очистить свою душу, сердце от всякой скверной нечистоты. И дал нам, Господь, прекрасное средство – таинство покаяния, через которое человек очищает свою душу и сердце, преображает свой внутренний мир, готовит свое сердце для встречи Христа Спасителя, потому что только чистые сердца смогут узреть Бога. Ну и, конечно, сегодняшнее сочетание праздничного воскресного дня с началом Рождественского поста и чтения Евангелия – для нас это тоже очень промыслительно и очень знаково, что Господь нам дает возможность каким-то образом потрудиться. И совершенно не случайно промыслительно мы слышали с вами обращение одного молодого человека, который был в числе окружающих Христа Спасителя. И он, обращаясь к нему, спрашивал, что нужно сделать для того, чтобы иметь жизнь вечную. Наверное, каждого из нас волнует, правда? Мы же созданы не для смерти, а для жизни. Поэтому каждому возможно задавать и самому себе, и тому, кто имеет возможность ответить, что надо сделать для того, чтобы иметь жизнь вечную. И Христос Спаситель, отвечая, задает ему вопрос, «А что в Священном Писании сказано? Что надо сделать? Какие заповеди есть главные?» И юноша очень правильно отвечает, так как это звучит в Священном Писании, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душой твоей, всей крепостью и всеми чувствами твоими, и ближнего твоего, как самого себя». Правильно ответил, говорил Христос Спаситель. И юноша, вот все-таки опять показал свое человеческое, если свои слабости, говорит, а кто же ближний может? Пытался оправдаться перед Христом Спасителем. Христос Спаситель замечательную плитчу рассказал о том, как хотел человек, попал в руки разбойников. Ограбили, поранили, бросили израненного человека в пустыне. И в это время проходил священник. Вот, казалось бы, священник ведь имеет самое прямое отношение к каждому человеку и должен был оказать помощь ему, но нет, прошел мимо. Шел и левит, а левит – это служка, то есть церковный работник. И тут прошел мимо. Шел самарянин, который не мог по закону иудейскому даже прикасаться к иудею, поскольку иудеи и самаряне не общались друг с другом. И, казалось бы, человек совершенно далекий, но оказал милость этому человеку, впадшему в разбойники. И сделал все возможное. Вино омыл раны, нереем обработал эти раны, посадил на своего осла, привез в гостиницу, и даже гостиничному дал деньги на содержание. И пообещал, если что больше и сдержишь, я на обратном пути тебе восстану за это. Вот кто оказался ближним. Вот этой притчей, этим рассказом Христос Спаситель очень четко объясняет каждому из нас, что несмотря на то, что мы, может быть, далеки друг от друга люди, но каждый, кто оказывает дела милосердия, кто помогает нуждающемуся, тот становится самым близким человеком и даже родным. Вот так возвышает Господь человека того, который совершает добрые дела и дела милосердия. Ну и, конечно, для каждого из нас сегодняшнее евангельское повествование – это напутствие, как мы должны проводить рождественский пост. стремиться очистить свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты, обращаться ко Господу в Марию, значит, посещать как можно чаще храм, если это есть возможность, показывать дела добра, любви и милосердия тем, кто нуждается в этой помощи. И вот тогда мы с вами, действительно, совершив этот труд, тяжелый, может быть, труд, может быть, неблагодарный, но мы с вами будем иметь возможность и божественного откровения. Господь откроется не каждому из нас и проявит нам свою божественную любовь и милосердие. Ну и, конечно же, начиная рождественский пост, а вот сюда ее, вот сюда, вот сюда посадите, сюда посадите, спасибо. Водичку сейчас принесем. Саша, пока, за водичку. Ну, ну все, кладу. Вот я всех утомил, правда? Не, нормально. Не всех. Ну и, конечно же, говоря о начале поста, у многих возникает вопрос гастрономического характера. Понятно, о духовной жизни мы поговорили, вроде всем понятно, да? Будем ходить в храм, будем молиться, очищать свою душу от всякой сквердой нечистоты, а вот еще второй вопрос, гастрономический, так я его назову, потому что некоторые ставят этого главу угла. И вот, вы знаете, я каждый раз, когда готовлюсь к какому-то событию, просматриваю новости, смотрю календари. И вот, вы знаете, смотрю сегодня в календари, а как люди задают вопрос, как проводить пост рождественский? Я просматриваю, что нам говорят календари современные. И вы знаете, спрашиваю там, сухоедение, сухоедение, сухоедение. Знаете, вот прям суббота, воскресенье немножко смасывается, но некоторые календари говорят, немножко даже можно и рыбу кусить, а все остальное, сухоедение. Я очень часто, вы знаете, сам себя спрашиваю, и иногда вот так мы беседуем между собой, я говорю, вы знаете, хотелось бы посмотреть на того человека, который написал этот календарь, как он сухоедение соблюдал. Вы знаете, мне в жизни приходилось много видеть и подвижников, и благочестия, и молодостарцев приходилось видеть. Так вот, молодостарцы все говорят, сухоедение. Вот, посмотришь на него, и я одному говорю, знаешь, я бы пришел к тебе домой, к батюшке, посмотрел бы, как ты сухоедением занимаешься. А людям ты рекомендуешь только сухоедение. Поэтому надо мудро относиться даже к гастрономической стороне, то есть к диете или к воздержанию в пище. Как надо относиться? Вот вы знаете, в древнем материке один очень мудрый старец, отвечая на подобный вопрос, говорит, знаете, наше тело – это ослик. Вот, если не будете кормить своего ослика, он вас и в Царство Небесное не довезет. Да, подкармливать надо, мудро надо относиться. Вы знаете, мне ведь приходилось общаться с такими, наверное, всем известными людьми, как отец Иоанн Кристианкин, отец Нафанайл Скопечорский, Серафим Александр, как отец Кирилл, архимандритный неболящий. Вы знаете, они на себя накладывали позу. Они действительно постелились. А вот когда к ним подойдешь, спросит, батюшка, как мне быть? А он говорит, а знаешь, ты никого не осуждай, никому не завидуй, ни на кого не держи зла, не делай ничего плохого. Вот это главное, в чем заключается пост. А что ты поешь? Ну, ведь нельзя же сегодня на ребенка возложить мешок с картошкой и сказать, ну иди неси, да? Он же не понесет, он надорвется. А мешок с картошкой или сахаром с мукой можно возложить на мужественного мужчину, жиркого, вот он сможет понести. Но для того, чтобы он стал крепким, потребовались долгие годы, для того, чтобы он возмужал. Вот точно так же и в духовной жизни. Но нельзя сразу сухоедение всем и вся советовать. И люди только услышат, что после этого сухоедения и говорят, вы знаете, нет, в следующий раз, нет. И даже не приступают. Так а ведь в этом не суть, не главное нашего поста заключается. Это средство для достижения духовного поста. Нас Господь призывает всех любить друг друга, не осуждать никого, не завидовать никому, не делать ничего злого другому или близкому, или далекому. Вот в чем смысл поста. Очистить себя от всякой скверной нечистоты. И как я уже сказал, вот эти старцы, которых я только перечислил, некоторые из них еще живые, они на себя возлагают пост, а на людей нет. Они говорят, ну, миленький, ну, ты уж сам смотри. Ну, в этот раз не получится, в следующий раз попостишься. Надо постепенно возрастать, как спортсмены. Они же не сразу становятся чемпионами, правда? Они постепенно растут. И христианин должен постепенно расти. А если мы скажем сразу, что братья и сестры, с завтрашнего дня до Рождества о сухоедении, то человек, который пришел, захотел увидеть Бога. Он сказал, не, Господи. Эти, как, знаете, когда, помните, апостол Павел пришел в Ариапак проповедовать воскресение Христово, стал говорить о Христе воскрешеншем, а сидели там философы и говорят, ой, этого свои слова мы послушаем в следующий раз. Вот примерно то же самое будут говорить и о том пастыре или младостарца, который будет говорить в сухоедении без гостей. Нет, это средство. Поэтому очень важно быть благоразумным. Как, знаете, одному старцу в пустыне египетской пришел новоначальный и спрашивал его, а скажи, отче, как и сколько раз надо питаться? Потому что я слышал, знаете, вот ходил я по монастырям, в одном монастыре, говоря, надо питаться дважды в день, кто-то говорит, трижды, кто-то четыре раза в день можно. Ты что скажешь? И этот благоразумный старец ему говорит, да можно за стол садиться и восемь раз в день, но каждый раз выходи голодный. Вот так, попробуй так поступить, да? Можно даже восемь раз садиться за стол и завтракать, обедать и ужинать, но каждый раз выходи из-за стола голодный. Вот это уже подвиг, вот это уже какая-то ступень духовного совершенства. Да не в этом же смысл поста, а смысл поста научиться любить всех людей. Ну уж, по крайней мере, воздерживаться от злого и недоброго. И я очень часто, еще раз сегодня скажу, может быть, я очень часто вспоминаю одну старушечку, которая в свои преклонные годы уже не могла выходить из дома. И, конечно, она, ну, что она могла сделать людям хорошего и доброго? Да она из дома тоже не выходила в то время. И вот она говорит, она подходит к окну, облокотится на подоконник, смотрит, кто-то идет, несет мешок тяжелый, она говорит, сама обращается, говорит, вот, Господа, говорит, Господи, смотри, мешок несет, как ему тяжело, помоги ему, Господи. Кто-то идет с палочки по улице, хромает, она смотрит и говорит, Господи, какой он несчастный, помоги ему. Он хромает, ему тяжело, он больной. Она в день совершала столько добрых дел, что, знаете, здоровый человек, может быть, не совершит в день. она не помогала, она физически не могла помочь этим людям, но она сострадала этим людям. Вот мне вспоминается эта женщина, я об этом все время рассказываю, эта бабулечка совершала каждый день множество добрых дел, поэтому у нас у каждого из вас есть возможность. Увидели хромого, не можем помочь. обратимся в молитве, в обращении своим к Господу и скажем, Господи, помоги ему несчастным. Увидели бомжа, Господи, у него даже дома нет, а у меня все есть. Помоги ему, Господи. Вот это сострадание, это главное качество наше с вами, христиане. Вот к этому качеству призывал нас сегодня в этой принче Христос Василии. Не надо быть священником или левитом, чтобы пройти мимо нуждающегося. А надо быть, может быть, самым простым человеком или отверженным, как этот самарянин. Они же были отвержены, их не понимали в обществе, и в обществе иудеев. А он оказал это великое дело милосердия. Вот поэтому мне хочется сегодня всех вас призвать, чтобы каждый день наступающего рождественского поста проходил все время вот в этих добрых делах, в сострадании тем, кто нуждается в помощи. И вот тогда-то Господь поможет нам и очистить наше сердце, и поможет нам встретить достойно светлый праздник Рождества Христова. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка.